Вторая победа за 5 дней. Чем эти матчи с Камазом и Бугарем похожи, чем разнятся? Похоже тем, что мы выиграли 1-0, похоже, что мы сыграли на 0, похоже, что соперник действовал в той же расстановке. Мы молодцы, мы выиграли, мы сыграли надежно в обороне, и это самое главное. Хочется поблагодарить всех парней, потому что одно единое целое, и парни действительно старались, и стараются, и делают очень хорошие вещи на поле. Очень хорошие вещи. Отлично, я поздравляю всех болельщиков с тем, что мы выиграли, с тем, что мы двигаемся дальше, и это отлично, это хорошо. Успевает команда восстанавливаться в таком плотном графике? Мы прикладываем максимальное усилие, и наш медицинский штаб работает, по-моему, 20 часов в сутки. Но мы все нацелены, мы все вместе, все нацелены на результаты, поэтому мы, конечно, поможем нашим парням восстановиться, потому что буквально через 2 дня мы уже выезжаем в Липецк. Александр Петрович, разрешите поздравить с победой и разрешите поздравить с большим историческим для факела событием. Впервые мы в четверке за два тура гарантированно, до этого таких успехов не было. Сегодня матч был напряженный, но был запас прочности. Это связано с ротацией состава или сейчас соперника позволяло играть? Ну, мы не сильно сротировали состав с предыдущей игрой, да, и у нас замены, которые произошли, то есть, ну, ряд замен, которые были плановые, ряд, которые, ну, мы не выпустили, мы не сделали еще одну замену, но так складывалась игра и так требовало именно содержание игры, не было необходимости острой в этом. Но в целом все парни сыграли очень хорошо и что позволило нам контролировать именно ход игры. Мы создавали моменты и это отлично, то что мы сейчас в четверке, но нам надо и мы можем подниматься выше. И у нас две игры, это отлично. Еще два раза мы сыграем в хороший футбол, как минимум. Олег Петрович, поздравляю с победой, историческое событие, болельщики очень рады за 20 лет впервые, такое достижение. Во втором тайме КамАЗ больше владел мячом, больше времени проводил на половине поля факела. Это реакция факела на счет или просто это Ваш... Или этот КамАЗ Вас вынудил больше играть на своей половине? КамАЗ перестроил схему и естественно они начали рисковать. Наша задача была, во-первых, сыграть на ноль, это вполне естественно. А во-вторых, мы имели моменты, которые, к сожалению, немножечко не довели до логического завершения. Это в плане поймать на быстро атаке. Вот как бы так. И поэтому так оно получилось, то что соперник, естественно, уже был навал, навал, навал. Соперник был на нашей половине поля, но мы сыграли надежно и парни все молодцы. И второй вопрос, Олег Петрович. Уже место в стыках обеспечено, уже все математические шансы реализованы. Готов ли факел, команда, играть с командами Премьер-лиги? Факел готов играть с командами Премьер-лиги. Мы этого ждем. Честно говоря, то, что вы сейчас сказали, что обеспечено в стыках, я вот, честно говоря, математика. Математика не мое, я сейчас вот просто от вас это услышал. Но, тем не менее, мы не должны, понимаете, наша мотивация и наш заряд, она не просто ради стыков, что вот мы сейчас математически, мы уже точно в стыках. Нет. Мы, слушайте, у нас тоже были падения, да, и мы хотим, мы сейчас целостно действуем, и мы хотим подняться выше. И мы будем до последнего тура прикладывать все усилия, чтобы подняться выше.